всем привет с вами канал все про android и сегодня у нас приложение которое называется ай дисплей приложение которое поможет вам на вашем android устройстве создать дополнительный так скажем монитор что для некоторых будет очень удобно сейчас рассмотрим как устанавливается программа методы и настройки и посмотрим что она нам предлагает во первых при для того чтобы это все дело работало нам необходимо две программы exe файл для персонального компьютера после установки вам необходимо будет перезапустить свой персональный компьютер то есть перезагрузить его для того чтобы драйвер был установлен и начал свою работу приложение будет иметь вот такую вот иконку при первом запуске программа запустится и будет висеть в трее отсюда можно сделать настройки то есть поставить автозапуск установить компрессии чем выше поток тем ниже соответственно скорость передачи данных использовать как дополнительный дисплей и использовать как main screen то есть основной экран и выход из приложения сейчас мы пока выйдем для того чтобы у нас не сразу не начались подключения на вашем android устройстве при первом подключении начнется сканирование к сожалению как я уже говорил по usb у меня соединиться не получилось пока программа не запущена на персональном компьютере не будет никакого соединения в настройках можно опять-таки выбрать автоматическое подключение задать определенное разрешение с которым будет выводиться дисплей на android смартфон или планшет отображать или не отображать виджет батареи и передавать или не передавать звук что кстати очень удобно если вы будете использовать ваш android смартфон или планшет ну допустим в другой комнате и сейчас мы запустим оба приложения запускаем приложение на персональном компьютере вот я сейчас галочки снял но у меня при первом запуске было окошко в котором можно было задать разрешение то есть допускать всегда допускайте единожды или запретить вот так вот после непродолжительного сканирования определился наш скажем так персональный компьютер его разрешение и метод отображения мы задавали предварительном настройках и запускаем наш apk файлик вот так выглядит окно на вашем android устройстве зумировать можно двумя пальцами то есть задать к сожалению вот что он мне не понравилось это то что хотя широкоформатный и дисплей и широкоформатный скажем так у меня планшет но вот такая вот картинка но суть работы состоит следующем выборов разрешение кстати да забыл момент можно еще параметры установить на персональном компьютере помимо программы то есть отключить дисплей расширить и дублировать рабочий стол на второй экран все это доступно из настроек windows но мы рассмотрим в качестве второго монитора ты запустив любое приложение или какое-либо окошко пускай это будет текстовый документ можно перетащить окно как это все работает как в обычном допустим при применении обычного дисплея вот так все это дело выглядит и отсюда же при помощи мышки вашего персонального компьютера или при помощи прикосновений на вашем планшете можно запускать то есть управление осуществляется как с пк так и с вашего android устройства я пробовал запускать и видео запускать и в браузере всякие видео все великолепно работает программа справляется да есть небольшая задержка ну давайте попробуем сейчас запустить браузер и посмотреть как у нас допустим будет работать youtube звук я отключил отключил и как вы понимаете соответственно сделал передачу данных не очень быстро чтоб все было сейчас вот немножко плывет изображение но у меня сейчас подгружен вай-фай поскольку не помню мне по моему что-то там даже закачивается то есть все реально работает можно запустить как я уже говорил прямо с android устройство можно запустить из персонального компьютера вот так все это дело выглядит то есть видите что все прекрасно передается растянуть расширить я уже показал как то сидят обычная передача по вай-фай и ваш смартфон или планшет будет использоваться в качестве второго дисплея звук как я уже сказал можно слушать из персонального компьютера и включить передачу можно на android устройство вот так все это дело работает соединилось все довольно таки быстро после того как вы закончите вам достаточно нажать exit и ваш ваше окно перетащенное перетащенное которое вы перетащили вновь будет отображаться на персональном компьютере вот такой вот небольшой обзор программы которая называется а дисплей я на этом буду заканчивать подписывайтесь на канал оставляйте комментарии до новых встреч